От слов к действию. Теперь и в Приднестровье из мусора делают деньги. Сортировочная линия столичного спецавтохозяйства приносит первые доходы. Работает она в полную силу меньше месяца, но полезной фракции отобрали уже около 100 тонн. Как делают деньги из мусора и при этом сохраняют нашу экологию, узнавала Ольга Горшкова. Порядка 100 тонн мусора ежедневно производит наш город. Весь он выводится на сортировочную линию. Именно благодаря ей здесь порядка двух тонн полезной фракции выбирается. Многое прессуются вот такие брикеты. Причем они не залеживаются. Сегодня уже налажены рынки сбыта. Органика выводится на полигон, а вот полезная фракция готовится к реализации на Украину и в Молдову. Есть покупатели и в нашей республике. На сортировочной линии у нас выбирается второе сырье, которое подлежит дальнейшей реализации. Это такие, как пленка, жести банка. Реализуется у нас на внутреннем рынке. Также на внутреннем рынке реализуется у нас выбранный картон с дальнейшей реализацией на Украине. И буквально на прошлой неделе мы произвели первую поставку на стекольный кишневский завод стекла. Заключили с ними договор. Внутренний рынок – это экобонус у нас берет картон, анфилада берет пленку. Жести банку – это отправляет на металлургический завод. Стеклянных бутылок за время работы сортировочной собрали почти 40 тонн. 16 уже реализовали. А еще около 5 тонн полиэтилена, 40 тонн картона, 25 тонн жестяных банок. Пласик же еще ждет своего покупателя. Предположительно, это будет Молдова. На сегодняшний день нам отобрано ориентировочно 20 тонн полиэтиленовой бутылки. То есть бутылка у нас вся сортируется по цветам. Это белый, коричневый, зеленый, голубой. Сортируем ее по цветам для того, чтобы найти более выгодную, оптимальную цену для нас. Так как если она сортирована в белом свете, она стоит самая дорогая, коричневая, зеленая – это уже дешевле. На сегодняшний день у нас отобрано 100 брикетов. В каждом из этих брикетов 10 метров кубических полиэтиленовой бутылки. Другими словами, один брикет – это 10 таких мешков пластика. Это тот самый пресс, который мы брикетируем в собранную фракцию. То есть после того, как мы собираем нужное количество определенной фракции, все прессуем этим прессом, все сюда загружается. Ориентировочно делается один брикет в районе 40 минут. За время работы сортировочного комплекса предприятие отобрало почти 100 тонн полезной фракции. Более 50% уже продано. Живые деньги поступили на предприятие, и это не только доход, особо подчеркивают здесь, но и забота о нашей экологии.